друзья всем привет у нас сегодня доброе утро вот такой вот собаки тоже спят мы тоже ждем потому что там ключ закрылся и короче говоря комната закрылась сейчас ждем пока нам откроют хорошо что я все вещи собрал там чуть-чуть только осталось здесь в италии встречаются всякие разные насекомые животные про которых я даже не знал вот такие у нас здесь друзья виды красивые на горе были ну и до сих пор есть в общем спускаемся сейчас к воде а будем ехать по по низу и в сторону неаполя сторону со салерма по моему виды первоклассные начинаются марины красивые дорога вот идет такой серпантин прям возле моря возле пляжей всех вот этих вот красота вот здесь вот скала собственно и прям на этой скале вот так вот дома учительное место и здесь вот сколько мы будем ехать столько мы будем с вами это видеть такие пейзажи сюжеты вот спустились к марине и конечно же здесь очень красиво вот они эти дома которые я вам уже показывал на мопедах они здесь гоняют мотоциклах машинах мало кто есть и вот дома прям вот прям на обрыве прям на утесе пляж здесь есть пляж с таким черным песком и листом но все равно круто центр солерна здесь есть высокие дома тоже ну все узко все узко и практически везде вот эти знаки запрещающие проезд и агрополь солерна туда дальше мы еще не доехали но я думаю он примерно тоже так же будет выглядеть достаточно большой этот город оказывается агрополь с пальмами прям с таким здесь променадом удивительно большой город здесь на этом побережье волны я даже не знаю с чем это связано или это из-за того что сегодня просто такая погода или почему я даже не знаю честно говоря в общем мы едем по побережье тут периодически встречаются набережные красивые пляжи и дорога вот такая вот идет прям по побережью друзья мы приехали тут посмотреть значит такие вот достопримечательности античные храм похоже на храм и везде везде запрещен въезд и везде платная парковка здесь решаем городу солерна здесь вот сколько мы едем столько здесь пляжей вот таких вот это пляжи частные вы платите либо заход либо что-то покупаете там кушаете и вас пропускают вот там я уже пишу этот город там круизные лайнеры стоят вот такие мосты красивые для автомобильных дорог ну и сам город тоже вот находится на берегу такой на скалах очень красивая конечно местность друзья у нас сегодня вот такая вот интересного четырехкомнатная квартира мы опять сами сделали чекин там рецепшен но никого нет и короче говоря мы опять сами зашли есть кондиционер большой душ избитые опять же и часть здесь большой балкон это для европы считается круто если у вас номер есть балкон но и здесь еще есть сушилка они все сушат на таких сушилках вот помидоры люди выращивают сессии перцы по-моему выращивают еще какие короче здесь огороды и вот вот такой вот у нас вид из окна там солерма за вот этой горой сразу ну вот так живут итальянцы в принципе вон там наша машина мы в секретном месте взяли ключ и все открыли сами зашли около 45 или 50 евро стоит эта комната сегодня у них еще здесь вот такая вот штучка интересная если потянуть вниз то закроются ставни вот здесь она ручная а бывают электрические и полностью сразу все окно закрывается и не жарко становится можно открыть их здесь типа такой коммуны и вот все счетчики воды и газа все в одном месте то есть он пролез заходят все показания снимают и не ходит по квартирам очень удобно несмотря на то что дома относительно такой старый все равно у них уже это все культурность вот друзья типичная европейская заправка сейчас выберу здесь количество литров вот на 40 на 60 евро заправлю возьму эту штуку сюда поставлю 60 евро номер 4 сегодня мы наконец-то оказались в городе солерно что-то у нас так медленно продвигая продвигаемся мы по италии жарко очень вообще аномальная жара за сто с чем-то лет вообще во всем мире аномальная жара и не только здесь здесь кстати кто же очень жарко и вообще люди спасаются как-то в море в бассейнах и дома в общем на улицу практически никто не выходит в общем город был основан около двух тысяч лет назад римлянами но на самом деле вот это вот побережье по которому сейчас с вами едем она очень древняя то есть здесь еще до нашей эры конечно же были поселения и естественно здесь эти все места очень 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 древние город славится тем что он была здесь основана одна из первых клиник то есть школ гиппократ здесь основал одну из самых первых школ и отсюда началось освобождение на италии с этого города от фашистов сорок третьем году вот здесь рядом с этими городами еще здесь еще рядом с этим городом еще много всяких разных других городов которые мы сейчас будем проезжать неаполь тоже и вот мы сейчас самый центр с вами заехали вот так вот здесь люди паркуются хаотично у меня такое ощущение что я куда-то где-то в индии оказался не в европе а в индии все едут кто куда хочет паркуется кто кто хочет люди тоже идут кто как хочет так сюда по моему непонятно можно ехать или нельзя здесь очень много улиц с односторонним движением и пароль можно не заметить знак там который стоит где-то за большой машиной или еще где-то в общем город очень тесный очень такой густо населенный несмотря на то что сегодня суббота очень много людей на улицах и все куда-то идут мужчины с колясками как всегда в европе нянчатся с детьми женщины гуляют развлекаются это стандартная процедура стандартная картина можно увидеть как мужчины занимаются с детьми как-то нянчатся нянчат детей а женщины наоборот то есть не так как в наших странах женщины занимаются детьми а мужчины там как-то развлекаются расслабляются здесь у них чуть чуть по-другому вот так они сушат здесь на балконах свою одежду мы сейчас с вами поедем посмотрим древний акведук по которому транспортировалась вода собственно в этот город город вот так вот находится вверх-вниз вверх-вниз и пожалуй как и все европейские города они строились на побережье где-то на скалах чтобы была крепость чтобы было трудно трудом доступен этот город ну и соответственно потом со временем его приходилось уже застраивать вот так вот на горах здесь железная дорога вот это уже современные дома новые здесь и жилые улицы пошире а старый город он туда скорее всего даже не пустят на машине туда может быть только проезжают те люди которые там живут и все попадаются зеленые кварталы где деревья даже растут и в общем вот так вот все улицы проходят в сторону моря подходят к морю то есть но движение здесь конечно же такое спутанное и очень узкие улицы вот очень просто невероятно узкие на какой-то большой машине здесь вообще тяжело в основном здесь все вот на таких вот малолитражках ездят на больших машинах мало кто ездит и джипов здесь вообще практически нет и на каком-то автодоме или на автобусе конечно же вообще очень тяжело будет в европе навигация нас куда-то привела но я так понимаю что она нас привела скорее всего не туда как всегда вот здесь должен быть акведук а вместо дука а да точно есть акведук вот что он отведут есть акведук есть они его даже как-то вот укрепляют здесь реконструируют прям в самом центре солерно просто вот акведук здесь пожалуйста здесь конечно друзья вот в таких вот местах особенно рядом с достопримечательностями где-то в районе старого города вообще просто нереально найти парковку и даже если вы ее найдете это будет вот синие вот такие вот полоски что означают это платная будет парковка здесь естественно около 1 евро в час либо она будет зарезервирована под кого-то желтые линии вот желтые линии вот машина стоит это зарезервирована для кого-то для кого угодно она может зарегистрировать зарезервирована а вот пожалуйста смотрите хайландер такой же с итальянскими номерами тоже гибрид интересно кто то есть и тоже здесь на таких больших машин вот поэтому старайтесь выбирать всегда отель чтобы он был с парковкой и вы сможете припарковаться в отеле а потом уже пешочком пройти куда вам уже будет угодно вот иди дыди дыдь 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 а Мы сейчас едем. В сторону замка здесь есть еще замок на горе и вот прям над нами это проходит платная магистраль я не знаю сколько там наверное где-то по три по минимуму по две полосы в каждую сторону это вот на такой высоте здесь на на склоне горы здесь возле леса короче говоря крутое зрелище конечно но все равно для меня вот такая вот загадка как они здесь живут в такой тесноте нет нет ни стоянок ничего конечно они ездят на мопедах будут пешком ходить но все равно очень тесно причем это во всей европе вот так вот в больших городах да и не только даже в турции какие-то вот города типа анталии там по сути то же самое будет вот эти все старые города здесь еще как-то автобусы умудряются ездить ну вернее такие маршрутки вот есть запрещен грузовикам и вот они вот как-то это все все вот вот знак стоит запрещена парковка все равно паркуются вот отсюда тоже очень хороший открывается вид кремальди лайнс это который нас привели но если вы короче придете сюда смотреть замок то вам здесь все солерма откроется вот вот эти люди они ждут светофора и только когда все проедут оттуда снизу эти поедут а так здесь вот одна машина может только разъехаться пошли там прям совсем узко дороге на замок опять мы остановились и опять здесь все завалено мусором но вид отсюда конечно это все компенсирует если бы еще не вот эти вот веточки я здесь возле замка на удивление большая такая бесплатная парковка здесь даже можно было в принципе поспать я думаю не закрывают никак эти ворота на ночь скорее всего хотя могут закрывать но в общем так или иначе бесплатная парковка и вот две дороги 1 налево идет другая направо вот здесь слева вроде бы лифт а здесь справа натуралистик паз здесь наверху на самом верху тоже есть парковка машина 10 наверно и в принципе можно было бы даже сюда заехать но там я в тенечке поставил и друзья посмотрите какой здесь невероятный вид просто что-то удивительно кстати вот здесь ступеньки это по всей видимости ступеньки с города идут но я не знаю сколько здесь высота несколько сотен метров по всей видимости несмотря на то что это портовый город я вот вам вижу есть пляжи рядом с мариной и очень-очень много лодок ну сюда в пухту конечно же заходят и ферри и грузовые и всякие разные здесь вот дорога вот такая вот это платная магистраль вот она проходит мосты по самому верху вход стоит по моему 2 или 4 евро ну какая-то такая символическая цифра для европы но я думаю там особенно ничего интересного нет потому что сколько мы видели этих замков уже не сосчитаешь и в общем здесь можно даже видеть вот насколько он величественный этот замок и он никогда не был завоеван что самое интересное но это не удивительно потому что он находится здесь очень высоко вот так вот на горе во первых во вторых такие укрепления конечно серьезные у него со стороны моря есть вот такой вот вход в замок ага и по моему нужно даже если вы в бар хотите нужно купить билет если я не ошибаюсь замки в бар сделали средневековым красиво конечно но в бар мы не пойдем собственно если вы сюда поднимитесь этому бару который находится в замке вы сможете увидеть вот такие вот виды здесь красивые абсолютно бесплатно бесплатная парковка бесплатно этот виды а еще здесь можно выше подняться по моему куда-то вот сюда а или вот сюда вот ну и будет чуть 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 выше на 10 тут где-то на 15 метров выше будет но в принципе мы и так не низко находимся поэтому мы отсюда все видим все что можно увидеть только здесь по всей видимости какие-то технические входы были но они конечно же были закрыты еще в этом замке расположен музей музей всяких разных короче говоря оружие которое здесь использовалось а вот вот здесь четыре уровня есть музей бар два уровня музея здесь есть бар почти на самом верху с туалетами вообще со всеми делами и отсюда в городе солерна живет около 150 тысяч человек но все равно можно видеть как густо населена италия приехал наш лифт он будет вас поднимать и опускать здесь по-другому никак не подняться а там наверно через пар может быть можно вот они средневековый замок внедрили лифт так вот прям через стены поднимают опускают люди тут какие-то ходы ходы прохода есть еще чуть выше растут всякие разные растения в лесу вот вот это к примеру розмарин прям дикий растет и они пишут что это не было здесь высажено то есть она сама по себе здесь это все выросло здесь и дубы есть и полноценный такой лес вот прям напротив замка там замок а мы пошли в этот лес гулять здесь никого нет никто не гуляет всякие разные здесь растения растут каждое растение подписано табличка везде есть ты еще вот даже огороженная территория такие птички здесь живут растут а лисица есть и всякие разные сурки климы шли в общем и дошли здесь еще до одной башни это по моему сторожевая башня вот здесь ее параметры указаны здесь друзья смотрите люди ходят с металлоискателями видимо ищет какие-то монеты или остатки какой-то старины здесь древности потому что на самом деле как бы здесь история здесь все просто под ногами валяется кого-то там что-то упало и все она здесь и лежит так до сих пор если из цветных металлов то оно конечно же не портится здесь лестница ведет к этой башне и висят два замка а внутри по сути как бы ничего такого интересного даже нет просто от центральный такой холл и все больше ничего ну я думаю это сторожевая башня скорее всего наше путешествие продолжается я здесь немного неправильно повернул мы сейчас поедем он там по тем дорогам это вот мы внизу едем он там еще чуть выше еще дорога еще выше еще железная дорога и там сама верху это магистраль автострада платная а вот здесь вот так вот либо это кафе рестораны либо люди живут прям вот над обрывом сейчас мы здесь развернемся возле порта здесь вот гримальти лайнс это фэри и контейнеровозы стоят полноценный порт в общем да это похоже на какой-то типа частного дома или даже не знаю вот прям на обрыве ну и в общем здесь дороги вот такие вот прям можно сказать на пределе возможного построены заправку они еще здесь сделать прям на обрыве для нас это когда мы привыкли к такому всему плоскому для нас вот так вот чтобы на скалах что-то такие мосты и дороги для нас это конечно очень удивительно выглядит все отсюда тоже если будете заезжать с этой части города очень красивый вид открывается со стороны неаполя помпея лучше конечно же ехать всегда вот по вот этим бесплатным дорогам альтернативному и вот эта вот дорога она считается одна из самых красивых дорог в италии вот салерма только закончился и вот здесь вот люди вот так паркнуть машины прям на тротуаре а это отель да и вот этот отель он прям здесь вот так вот находятся окна у людей выходят прям туда на море на борт а вот это вот живут люди справа стороны жилые дома многоквартирные можно было бы туда прямо поехать но там односторонняя дорога всякие разные магазины храмы вообще у них здесь очень интересно все как все здания ограничен друг с другом жилые дома могут там с кладбищами граничить храмы могут с парами вот так вот прям через стенку быть все очень тесно просто предельно тесно вот здесь вот написано какие города мы с вами увидим какое расстояние до них до них мы сейчас едем в амальфе 21 километр от еще пусть еще понять кто кого пропускает но несмотря на то что у них здесь как-то все тесное это как-то все смешано все равно они здесь ездят и вот прям даже на дороге написано где амальфе где какой город на стенах такие красивые надписи конечно с хотелось бы вот так это все остановиться сфотографировать ну просто нет возможности здесь останавливаться потому что мало места если я остановлюсь я просто всю дорогу перекрою вот здесь есть автобусная остановка человек поставил но не знаю насколько это возможно вообще дороги невероятно красивые конечно в европе вот такие вот красивые дороги это наверно нигде в мире таких красивых дорог нет именно вот эти серпантины которые возле моря даже в турции вот сколько я ездил по турции даже в турции и таких красивых дорог уникальных не встречал чтобы вот так вот через мосты через горы через серпантины и тут еще это все в перемешку с барами с ресторанами вот здесь у овощи они продают здесь же тут же и камни падают все короче в кучу кони люди там и магистрали и и и железная дорога здесь вот туда направо в храм какой-то уходит монастырь деревья тут же растут как-то все у них здесь смешано скучка ванна но дорога очень красивая особенно если со стороны строна снимать вот это все там же и катера тут же гоняют все в общем в кучу и вот это с воздуха если как-то бы снять все было бы вообще очень красиво столько зелени вот здесь тоже парковка есть видимо для этого магазина а это парчегиро привык а это приватная парковка нельзя здесь парковать частная парковка вот керамический магазин продают все из керамики там выход к морю калитка у кого-то и вот так вот здесь едут люди вы конечно здесь быстро не проедете но здесь очень красивая дорога здесь друзья вообще что-то невероятное творится здесь большая парковка и по всей видимости это вот а лодка отплывает катер и люди паркуются здесь керамикой украшена здесь лестница очень красиво и плюс ко всему еще а это вот въезд то есть вот чтобы вы понимали это вот дорога здесь вот такой вот въезд туда куда-то в рестораны я даже не знаю куда здесь и чайки летают и люди купаются но место уникальное конечно же очень красиво все здесь до кучи короче говоря это будет продолжаться 20 километров мы будем туда ехать и наверное еще туда еще после там в сторону помпея тоже там не меньше 20 километров и эти 20 километров мы целый час будем ехать удивительно вот она эта лодочка пошла куда-то надо прочитать расписание этих лодок вот все у украшена керамика вот эти рыбки все это из керамики сделано да я всякая конечно видел в жизни но это место однозначно удивительно друзья мы тут сейчас поднялись еще выше дорога проходит правда она узкая и здесь вот такие лестницы ступеньки все засажено чем-то и виноградники здесь и вообще все что угодно растет очень красиво просто как-то невероятно красиво такой вид открывается на солерно а вот здесь вот растут у них лимоны видите сколько лимонов они вот так вот это все укрыли вот это вот дома у людей там пляжи и лодки здесь все на свете вот мы заехали сюда друзья и вот что самое интересное здесь люди живут они как-то даже вот паркуруются вот так вот человек пошел мусор выносить здесь две машины никак не разъедутся это я вот просто еду я не знаю даже о чем я думаю все первых очень узко даже одной машине тяжело разъехаться вот кто-то живет вот так а здесь еще наверное мусорные машины ездят как-то собирают мусор удивительно причем она как бы ну не односторонняя эта дорога она в обе стороны идет туда и сюда идет эта дорога асфальтирована вот размерка какая-то даже здесь есть так мне надо отсюда срочно съехать остановка и стоянка запрещена вот видите друзья что творится здесь вот по краям буквально 5-10 сантиметров остается только чтобы проехать мусорные баки у них здесь так вот на берегу живут здесь люди а в италии еще есть вот деревеньки тоже типа таких которые находятся на берегу и туда даже въезд для машин запрещен потому что настолько там все тесно что там даже машины мобеды не могут разъехаться транспорт никакой не может разъехаться пляжи повсюду ну это просто невероятно конечно и вот она не заканчивается сколько мы едем за каждым поворотом один вид круче другого такая вот здесь собственно красота лазурный берег Италии частные лодки вот это все они сюда приезжают купаются здесь отдыхают это прямо туда солярно вот друзья будете прямо ехать по автостраде по ровной прямой разве вы увидите вот такую вот красоту здесь конечно вы здесь потратите и больше топлива и больше времени потратите но какой смысл вообще тогда путешествовать если ничего не видеть ничего не смотреть вот это все машины мотоциклы припаркованы здесь для того чтобы пойти покупаться туда вниз спуститься они приезжают потому что жара сейчас ну сегодня в принципе не так жарко здесь около 90 градусов сегодня это примерно 30 30 чем то около 30 еще плюс ко всему здесь тенечек но дорога очень красивая и она за каждым поворотом свои новые красоты открывает уже кажется вроде бы сейчас все это закончится и все равно она продолжается и продолжается без остановки у нас теперь пошли здесь скалы, горы, всякие разные туннели на зону раньше дорога там проходила причем что самое интересное что здесь ограничение по скорости либо 40 либо 50 50 по этому серпантину это просто невероятно 50 как здесь можно ехать я даже не знаю здесь такие резкие повороты и я не знаю и сразу обрыз туда вниз как здесь 50 ехать но я думаю это связано с тем что раньше это была дорога между городами и поэтому здесь типа такая трасса а этот вот корабль гринальди хайбрид роро едет с нами прям вот как мы едем он плывет такие вот кармашки здесь есть можно выйти вот сколько здесь высота я не знаю метров пятьсот наверно даже удивительная конечно эта дорога я даже не знаю какие слова подобрать много встречается стало встречаться здесь иностранных номеров с германии с румынии еще откуда то но конечно же европа это вот такие вот дороги красивые они тесные очень без парковок но вообще я думаю вот по этой дороге можно где-то здесь рядом остановиться и прям по этой дороге пройти это конечно не очень безопасно потому что здесь нет тротуара но если вы пройдете у вас просто будет бесконечное количество фотографий здесь потому что вот здесь в принципе есть отели и все очень так красиво сделано по европейски ничего лишнего все так вычищено вылизано вот здесь камни где осыпаются все это укреплено надежно сетками очень мало места и они еще как-то здесь гонять умудряются вот сейчас меня обгонят сзади спортивный байк давай давай я все конечно понимаю ну причем здесь люди старые взрослые люди тоже попадаются ну разъехаться тяжело бывает порой еще и автобусы иногда здесь есть большие длинные здесь наверно на мопеде классно кататься вот мне сейчас навстречу едет автобус мы будем с ним разъезжаться сейчас я его конечно пропущу солерно видимо он оттуда с соседнего едет с мальфи в солерно можно на таком автобусе можете на лодке проехать на автобусе ну я бы наверное этот путь бы пешком прошел здесь где-то 10-15 километров идти а майори это тоже здесь деревенька очень красивая вот это мальфи майори парковочные места сделали вот такие кармашки для мопедов у юри минори еще есть я не знаю что это крепость или что это такое вообще какой-то выступ они там взяли ресторан сделали какой-то остров что-то типа этого невероятная красота многие люди приходят сюда погулять посмотреть ну на самом деле оно того стоит это вот просто какая-то удивительная красота вот здесь вот оно либо разрушаться стало либо еще что-то а мы вот там сейчас прибрыжем или там тоже нельзя здесь можно ну вот остановка разрешена парковка запрещена вот в общем друзья что я вам хотел показать вот дорога идет вот так здесь там машина наша и вот здесь вот вот все это оградка и все там больше ничего нет сразу обрыв невероятная вот там вот этот ресторан который сделали очень чистая вода пляж такой мелкая галька каменистый и невероятное просто количество людей все шезлонги все занято ведь пляж полностью занят но это курортный такой городочек и мы сейчас туда дальше будем ехать там в принципе тоже самое ну естественно они все разные набережная набережная майори это одна из первых набережных которые мы встретили вообще в Италии очень широкая она у них здесь конечно же с ресторанчиками с променадом и очень много людей потому что жарко и все спасаются сейчас от жары в море где-то кто-то дома спасается но вечером здесь еще будет больше людей вот они здесь гоняют катаются на велосипедах на мопедах хотя бы не так жарко но здесь широко такое ощущение что это новый город по крайней мере набережная вообще у него прям широкая такая и много зданий новых есть вероятность что этот город был построен недавно потому что здесь вот в районе Помпея и Помпей в том числе был разрушен вулканом очень сильное здесь извержение было и здесь этот вулкан есть туда можно прям подняться он по-моему даже там дымится в некоторых местах до сих пор и в общем что самое интересное что он многие города здесь засыпал туфом вулканическим таким специальным веществом которое во время извержения получается и короче говоря он там засыпал это все в завакуумировал и многие остались остались там деревянные перегородки там быт остался там скелеты остались и все такое даже папирусы и ткани и папирусы даже еще остались вот здесь вот скорее всего будет выступление может быть даже сегодня будет типа это площади местной и вот тут сразу же марина во первых вот сразу что у них во вторых какие-то пещеры вот так вот свисают камни удивительно вот просто мы подъехали а над нами каменная такая пещера и реверсивное движение минори там еще пещера мы сейчас с вами опять едем по трассе вроде бы между городами но здесь реверсивное движение только одна машина может проехать ну по ширине я имею ввиду и вот эти вот все по идее сейчас должны остановиться да вот там светофор девушки здесь гуляют и вот они все остановятся будут пропускать потому что узкий участок дороги и вот эти все города вы можете проехать посмотреть со стороны моря тоже очень красиво на лодке то есть тут откуда-то начнете и вас прям до Соренто до Салермо довезет лодка вот еще один пляж а здесь уже черный вулканический песок ну потому что извержение было неудивительно теннисный корт у них здесь есть вот это минори у нас минори? да а майори а только что мы проехали майори а это минори и вот а майори и вот а майори туда дальше вот так вот вверх вверх и на скалах здесь построены дома мы сейчас заедем немного вовнутрь города вот это все будет кипеть бурлить ночью все рестораны все откроются и чтобы вы понимали вот здесь где-то на берегу в отеле меньше чем за 100 евро вообще нереально остановиться старые какие-то города здесь очень много достопримечательностей если ехать вот так вот в каждом останавливаться каждое что-то смотреть то я даже не знаю сколько на это уйдет времени здесь Италию можно наверное годами ездить изучать естественно это лучше делать не на машине а просто с рюкзачком может на каком-нибудь велосипедике или на мопедике вот все пешком ходят люди причем туда можно подняться вот так по лестнице и там есть еще вот эти дома они будут друг другу рядом с другом примыкать и там между ними улицы есть там где-то между домами проходы есть короче говоря здесь муравейник такой сеть целая сигналить нельзя кстати в Италии любят сигналить но я думаю это связано с тем что здесь действительно опасное движение и люди просто сообщают о том что типа они едут или обгоняют здесь это оправдано вот теперь мы с этой стороны едем эта дорога она как какой-то фильм какая-то телепередача постоянно виды меняются и нет вот этой однотонности монотонности целая достопримечательность в общем эта дорога здесь цветы очень красивые сколько всяких разных яхт а больше другой такое ощущение что все олигархи сюда приехали посмотреть здесь на это побережье но конечно вид оттуда с моря будет совсем другой своя прелесть тоже с воды на это на все смотреть вот за на первая пробка я так еще был удивлен как они вообще на этих улицах узких разъезжаются и вот из-за автобуса первая пробка здесь образовалась причем из-за автобуса который там еще едет в самом начале здесь еще помощники стоят которые регулируют движение потому что ну просто невероятно здесь дорога вся забита мотоциклами которые приехали покупаться а еще по этой дороге едут автобусы плюс ко всему я вот удивляюсь почему не могут автобусы ехать там по платной магистрали ну видимо своя красота здесь есть это кстати тоже большая яхта похоже на ту яхту которую мы видели в Турции город Амальфи основан в четвертом веке Константином Великим в эпоху лангобардов вот это было племя древнегерманское которое завоевало вот эти земли и в то время уже это был регион это было герцогство Амальфи и оно боролось за звание главного порта среди таких городов как Пиза и Генуи в общем богатое герцогство было и население еще в те времена это там где-то четвертый век нашей эры насчитывало уже 50 тысяч жителей в Амальфи есть замок есть грот этот регион славится производством лимонов из которых тут делают различные блюда и в том числе и лимончеллу и здесь есть собор Святого Андрея где хранятся мощи и это место паломничества сюда приезжают именно посмотреть этот собор потому что он выполнен в редчайшем стиле арабско-нормандском очень красочный есть элементы византийской архитектуры и в общем очень много перестраивался в эпоху разных завоеваний и такая прям считается достопримечательность к этому собору ведут ступеньки 60 ступеней в общем очень красивое место ну вот они собственно здесь сушат свои тряпки вот так вот на балконах здесь здесь же вот олигархи приплывают на своих яхтах и здесь же и автобусы и мопеды и люди просто так идут по этой дороге но место невероятное нужно отметить здесь вообще наверное невозможно припарковаться где-то надолго вот есть парковка на 30 минут максимум но для этого нужно иметь специальную штучку которую укладывают на стекло ну и опять же это все будет занято вот люди здесь в основном ходят пешочком оставляют где-то далеко там машину вот здесь вот даже не то что здесь въезд даже запрещен туда это по всей видимости туда как-то в город уходит куда-то дорога или еще куда-то я даже не знаю куда вот она это яхта про которую я вам говорил уже близко мы к ней подъехали герцог ства это тоже амальфи или а мы только к нему подъехали а там было не амальфи значит вот видите знак запрещена остановка и парковка и все забито пятком просто напросто как в Италии видите правила дорожного движения вот знак вот целая вереница машины мопедов здесь из-за этого не могут две машины разъехаться приходится их пропускать чтобы потом проехать сейчас если в какой-то момент сзади меня накопятся а как здесь автобусы проезжают для меня вообще загадка это для них наверное целый квест здесь ездить все круто все вообще и мне нравится но просто невероятно как тесно я не знаю это даже куда ехать надо наверно туда куда-то в сторону гор ехать там где-то место искать и то здесь если сейчас мы в сторону гор поедем там вот кирпичи въезд запрещен еще что-то этот весь город он весь на скалах там даже между домами вырублены ступеньки туда нельзя ну в общем если вы сюда приедете будьте готовы здесь походить погулять и лучше конечно же это делать вечером лучше я думаю где-то останавливаться в Соренто или Салермо вот в этих больших городах а сюда либо на автобусе либо на каком-то транспорте общественном приплывать может быть на корабле сюда я даже не знаю как мы сейчас отсюда будем выезжать честно говоря очень много туристов просто невероятное какое-то количество туристов вот так вот здесь это все выглядит базар-вокзал причем я хотел их всех пропустить а они а мне стоянщик говорит типа ты едь-едь зачем ты их пропускаешь а как здесь проехать вот он весь город вот этот вот так вот в стенах не ну там понятно что там там на мопедах там там просто не проедешь никак на мопедах да ну вот пожалуй здесь самый оптимальный вариант приходить на яхте либо на каком-то ферри сюда и высаживаться проводить здесь какое-то время гулять бродить и потом уезжать даже не останавливаться здесь на ночь потому что даже насквозь проехать очень тяжело город вот девушка здесь еще скалы какие-то все в одной куче просто все в куче друзья остановился только ради вас показать вам со стороны этот город но вот это вот справа все что стоят машины это все они стоят неправильно потому что здесь только остановка на короткое время остановиться сфотографироваться или там высадить пассажиров и все то есть здесь нельзя долго находиться и люди вот эти все поставили в принципе их всех можно штрафовать ну по сути этого никто не делает потому что все понимают что туристический сезон и много туристов хотят приехать остановиться там пойти погулять но я бы если бы сюда приехал бы я бы лучше бы приехал сюда на лодке и погулял бы там в этом городе и может быть рядом с его окрестностями может быть мы как раз таки так и сделаем и потом бы вернулся бы назад я думаю нечего здесь делать летом самое лучшее время для посещения всех этих мест это наверное зима когда нет вот этих вот любителей пойти покупаться в воде и вот так вот машины никто не паркует потому что летом здесь ну просто невероятно и невероятно тяжело становиться в отелях в том числе и вообще наверное на все все ценности поднимают потому что много туристов и очень тесно очень маленькое место и ашатаж здесь летом поэтому я думаю мы даже не будем сюда даже на лодочке возвращаться по крайней мере летом может быть я еще приеду сюда зимой ну либо когда не будет не купальный сезон это мне кажется будет оптимальный вариант я не перестаю удивляться как они любят вот это вот строительство наверху на обрывах на скалах понятно что это все круто но я даже не знаю насколько это все надежно видимо они это как-то проверяют все потому что не знаю просто вот стоит скала там отвесная такая от нее же может кусок отвалиться и как бы накрыть здесь все и все что наверху тоже окажется внизу естественно да дорога просто космос здесь еще очень много вот таких вот магазинах встречается которые делают изделия из керамики написано что они делать фото и видео я сделаю фото и видео здесь вот виноградников например такая вот бухточка и вот эти ваза это все из керамики сделано а здесь еще и пещера есть в придачу чего здесь только нет дорога меня не перестает вообще удивлять едем а над нами тут скала и туннель сразу очередной по моему город здесь какой-то или деревенька потому что много туристов либо это они ходили купаться и уже идут с пляжа возвращаются ждут автобус возможно заставлено забито всем обедами причем знаки вообще просто игнорируются никак парковка запрещена все равно все заставлено либо машинами либо мопедами одной из двух если машина не помещается они мопедами все заставляют американские флаги здесь часто можно встретить но американцев не так много встречаются периодически но вот дорога здесь пещеры прямо в пещерах у каких-то проходит там у нас еще какой-то городочек или какое-то поселение небольшое возможно здесь еще есть какие-то места встречаются не раскрученные вот это там альфи наверное он самый здесь такой раскрученный и поэтому все туда едут и лодки и машины и автобусы все только что проехали не знаю это деревенька или город называется фурор я даже не удивлюсь что это слово оно откуда-то берет корни с этой местности потому что здесь очень много всяких разных таких мест типа трибунал там еще что-то и современные какие-то слова они имеют корни прямо вот именно отсюда что а да здесь же говорили в древнем риме на латыни все и многие слова они пошли с латынского языка с латыни в итальянский рамках как бы произошло в латыни как диагноз в латыни подъезжаем к позитано и просто какое-то тоже здесь невероятное количество и туристов и лодок и вообще всего такого и где-то здесь снимали фильм с Джеймсом Бондом он как раз вот где-то ехал по вот этим вот улочкам узеньким на высокой скорости здесь автобусная остановка и вот вот почтовый ящик чей-то вход кому-то домой вот так вот люди здесь живут вот такие вот здесь горы скалы там тоже люди живут и собственно такие виды у них здесь сумасшедшее количество кораблей здесь просто какое-то невероятное вот центр города поситана сразу видно чем он здесь славится и везде у них здесь все вот даже поручни украшены керамикой это конечно очень круто и лифт еще людей спускает и поднимает здесь потому что туда до моря спуститься вниз очень далеко решили сделать привал вот в таком вот месте живописном очень красивом туда дорога уходит здесь приходят яхты купаться купаться загорать а мы сейчас здесь привал сделаем причем это яхты не самые такие бедные а тем временем мы оказались в городе Салермо это очень легендарный город он находится тоже на берегу моря только немного с другой стороны и вот здесь рядом еще есть остров на котором римские императоры любили тоже отдыхать и находиться долгое время в общем мы едем на север и у нас за спиной остался остров капри на котором любили проводить время и римские императоры там даже на один император римский в общем решил себе устроить такое типа заточение решил там остаться и короче говоря его там и отравили в итоге здесь почему-то в Соренто в этом стоимость на топливо выше да бензин стоит 2 евро я сегодня утром по 1.8 заправлял город значит находится тоже так же на берегу как и все здесь города впрочем курортный город очень много отелей и с другой стороны с восточной стороны здесь значит горы у него прям стена такая из гор и мы уже проехали центральную часть мы сейчас выезжаем в сторону едем в сторону Неаполя будем там проезжать еще тоже исторических городов очень много я не знаю где столько времени взять чтобы здесь останавливаться хотя бы по одному дню проводить в городе это просто наверное нереально Италия вообще такая большая да не только Италия и Франция и там Испания дальше эти города очень такие богатые где вот два человека хотят друг друга пропустить и в общем никто не решается проехать в итоге уже мотоциклы поехали что ты там хотела рассказать ну Соренто население составляет 16 тысяч человек и еще в каменном веке здесь были поселения поскольку здесь вот такой мягкий климат известен мягким климатом и богатая растительность этот регион и в свое время находился под властью норманов, арагонцев, турок и потом уже в королевство Неаполь и в 1860-м в составе Неаполя присоединился к объединенной Италии благодаря великолепному ландшафту полуостров Соренто стал излюбленным местом туристических курортов Италии и здесь любили отдыхать такие известные люди как Геота, Диккенс, Вагнер, Ницше они в своих произведениях запечатлевали это место и также в римскую эпоху это был излюбленный курорт аристократов вот здесь неподалеку от Соренто есть древний город Стабии и после раскопок после извержения Баккана этот город был накрыт туфом в результате раскопок обнаружили роскошные виллы которые принадлежали знать римской и вот именно в этом регионе это было излюбленное место про Соренто снимались фильмы и песни и есть даже советская песня Алексея Глазырина «Поздний вечер в Соренто» я думаю многие знают «Поздний вечер в Соренто» и в «Поздний вечер в Соренто» «Поздний вечер в Соренто» ну вот друзья собственно вот так вот выглядит и город он находится на вот таких вот скалах резкие здесь обрывы дымка ну дымка это пар потому что жара здесь душно и в общем наверное как в Анталии примерно что-то похожее с Анталии друзья здесь в Соренто туннель я даже не знаю сколько он наверное километров пять уже точно идет и вот здесь вот старая дорога идет после набережной а это они прям сделали в скале туннель вот такой вот двухполосный причем по-моему навстречу тоже нам никто не едет периодически едут машинки и очень длинный он он прям проходит прям через все здесь побережье я даже не знаю сколько километров мы уже несколько километров точно проехали под землей в Италии впервые такое встречают длинный туннель друзья мы сейчас проезжаем по-моему город Стаби или как он называется я даже не знаю здесь и сейчас едем по-моему по второму этажу да по второму этажу мы едем дорога такая похожа на платную магистраль но скорее всего здесь либо кусочек бесплатной дороги либо просто я случайно на платную заехал ну в общем вот так она здесь выглядит как в Японии наверное на втором этаже и мы едем вот на уровне крыш домов хотя нет здесь 40 километров в час скорее всего это просто бесплатная дорога скорее всего здесь из-за того что тесно они просто построили такую дорогу здесь бесплатную чтобы люди могли объезжать вот эти все здесь окрестности и сейчас здесь будет вулкан по-моему даже вот это он уже с правой стороны вулкан Везуви как? Везуви Вулкан Везуви и соответственно этот здесь вулкан как раз таки все вот эти древние города все и разрушил и здесь было очень много вилл у олигархов того времени и даже есть есть такие сведения что здесь была вилла у отца жены Александра Македонского ну одной из его жен и в общем здесь всякая разная знать была и в общем извержение вулкана просто это в один день все нафиг испортило и разрушило и никто здесь даже не успел спастись люди просто были заживо пеплом погребены здесь просто все уничтожили и за счет того что ну был вулкан чем ближе вот эти вот места к вулкану тем лучше они сохранились потому что там вплоть до вакуумирования все это короче говоря заштамповалось да это была бесплатная дорога я вот могу сейчас выехать на платную проехать на 6 минут быстрее но у нас вот такой вот отель сегодня Каса Росса 3 звезды я его забронил рвал за 30 чем-то евро даже не знаю как оно это получилось весьма приличное место такое переночевать в Помпеях вообще супер белая кровать правда там окна высоко ну есть кондиционер шкаф есть телевизор есть горячая вода соответственно все причиндалы даже фен есть вулкан который здесь все расфигачил его отсюда видно прям очень хорошо здесь есть станция вокзал вот там собственно Сорренто и мы вот через эти горы по туннелям приехали куда-то вот сюда в Помпей в Помпей приехали и вот сейчас уже здесь оказались это уже наверное окраина Помпея и туда уже начнется Неаполь завтра у нас друзья здесь у нас под ногами черный причерный песок как на Тенерифе но это впрочем не удивительно потому что у меня за спиной в нескольких километров фулкан действующий и он вот буквально недавно извергался вот здесь люди загорают чайки такие деловые вообще не боятся и песок черный но это пепел это не песок это пепел правильнее сказать это пепел у нас тут решили салюты повзрывать в 12 часов ночи да, Неаполь это конечно неоднозначный город и и и и и и и и